Витебск еще раз подтвердил статус батутной столицы. На этом тыдне открылся новый центр. Просторы объединивают так само дренажерные и хореографичные залы. Высокие столи, трибуны, най-нушая, спортивное обсталявание. Для подрыхтовки спортсменов есть все необходимое. В день открытия прошли первые споборненства. Подробя с ней Марина Романовская. Вышение столя в боль за 14 метров. Это давняя мара витебских батутистов. Сейчас отработать складанные акробатические элементы будет намного удобнее. Для полета, рассказывают тренеры, есть еще необходимое. Новый центр, спроектованный специально для ведущего вида спорта. А тут сетки, все новое. Хорошо прыгать, удобно. Мы будем стараться достигать таких же высот, как Олег Рябцев, Влад Генчаров. Очень светло, очень огромный зал. Впечатляет настолько просто не описать эти ощущения. Возможность такая есть. Мы насыряне обеспечим спортсменам две зоны, соревновательную и разминочную, за счет вот этой шторы, которую мы видим. Этот зал отвечает мировым стандартам. Витебская школа батута, ведома с советских часов, спортсмены упевненно перемогали на самых престижных споборництвах. Традиция не спынилась и в наши дни. В 2016-м у Скарбон-Цивитевских батутыстов з'явилось первое олимпийское золото. Упевненную перемогу краине принес Владислав Генчаров. Узлятеть так высоко захотели многие спортсмены-початковцы. З открытием центра у них явились великые перспективы. У нас все условия, особенно радуют высокие потолки, что не сбивает и не мешает нашей подготовке. Поэтому мы всем довольны. У нас здесь новых стационарных 10 батутов. Нам это дает возможность больше развиваться. Все оборудовано и в принципе спортсмены будут приезжать и мы будем помогать и другим областям. Сучастная пляцовка легко трансформуется и для початковцев, и для национальной команды. Специализованные тренажерные и хореографичные залы, тренерские, кабинеты урача, номеры для проживания. Комплекс побудовали за год. Это просторная специализованная зала, обсталевана сучастной системой видеозаписы и видеополтору, что вельми важно для проведения споборництва. Не пропустить головные моменты и глядачей для их у Сталеваны трибуны на 200 месяцев. Первым споборництвом, якое прошло у новым центры, стал открытый республиканский турнир памяти заслуженного тренера Беларуси Валерия Вагеля. За перемогу взмогались спортсмены из нашей краины, Азербайджана и Италии. Марина Романовская, Михаил Христофоров, Витебск.